И все привет, ребят, с Мистер Вайкейсю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посовещен обсуждению нашего замечательного танкафанда, как показал один из предыдущих видеороликов. Данная тема является очень интересной для обсуждения, ну а я как один из главных балаболов нашей игры и ютуба в целом танкового. Поэтому не могу пройти стороной эту самую замечательную тему, хочу подналить немножечко еще дополнительной воды, высказать свою точку зрения, ну и обсудить то, как идет наш замечательный танкафанда на сегодняшний момент времени. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный так-так-тепе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Также хотелось бы поблагодарить вас за отличный фидбэк под видеороликом, где я читал ваши комментарии, возможно если на этом видосе наберем тоже хорошее количество комментариев и вы выскажите по большей части свои мысли по поводу танкафанда, по поводу того как он идет, поменялись возможно у вас какие-то мысли, впечатления, да, все-таки у нас уже прошло 4 дня с момента старта этого танкафанда на момент выхода этого видоса. Ну и быть может мы что-нибудь интересное еще с этого соберем и пообсуждаем в одном из следующих видосов. Что касаемо сегодняшней ситуации, реальной, да, то есть у нас 5 лямов, 847 500 танкойнов в танкафанде на момент 4 дня. На момент 4 дня нашего танкафанда делаю обновлялову и в обновлялове у нас ничего не меняется, танкафонд у нас до сих пор имеет такие значения. Что касаемо призов, которые мы уже 100% получим, да, то есть вот если так чисто на вскидочку дать, да, и посмотреть, что мы можем получить за эти 5800. Ядерка, слот, 2 нулевых краски, 15 контейнеров. То есть если посмотреть вот мое вложение в виде 1000 танкойнов, то эти призы являются ну просто максимально печальными, да, то есть 2 пустых краски, 15 контов, ну и даже еще не 3 недельных конта, ну ладно, 3 недельных конта тоже будет, да, за 4 дня. Всего у нас танкафонд идет 30 дней. 30 дней у нас идет танкафонд. Я ставил на то, что он наберет где-то около там 25 миллионов, да. Сейчас в принципе моя ситуация по этому поводу не меняется. Исходя из того темпа, который сейчас есть в танкафанде, плюс-минус к этим значениям мы скорее всего и дойдем. Но, 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 если бы, если бы, я уже 100 раз это говорил, если бы у нас в начальных уровнях были бы не нулячие краски, а что-нибудь, ну, повкуснее, да, то есть условно там по 100 танкойнов бы здесь было вместо красок. Просто было бы написано плюс 100 танкойнов, плюс 100 танкойнов, плюс 100 танкойнов. Но поверьте мне, сейчас бы я бы не сидел бы и не записывал видос с таким грустным лицом и с увиденными, увиденными 6 миллионами. А сейчас бы я бы видел где-то миллионов 15, может быть уже 20 в танкафанде, да. И говорил бы, как, как нереально жестко летит этот танкафонд и насколько безумно большие цифры он набирает, да. Это к тому, насколько сильно влияют начальные призы на конечный результат танкафанда, да. И последние два танкафанда это показывали очень жестко наглядно. Последний так точно наглядно показывал, насколько важно начало. Потому что большинство игроков, смотря на такое начало, даже видя супер нереальные призы в конце, да, видя начальные призы, они не будут покупать этот танкафонд. Они просто его не будут брать, да. И тут я могу предложить ореху. А если мы сейчас резко поменяем призы на какой-нибудь контентик, конечно, такого не произойдет. Но как будто бы, как будто бы, как будто бы, если бы у нас было бы вместо вот этих трех красок первоначальных три слота с соткой танкоинов, да, и даже дальше бы пошли бы эти краски. Почему-то я уверен в том, что сейчас бы этот танкафонд летел бы в космос. Просто летел бы в космос. И кажется, такая маленькая вещь могла бы поменять полностью исход этого танкафонда, да. Ореху стоит очень сильно задуматься над тем, как правильно балансировать танкафонд, да. И если когда у нас были 20-ти уровневые танкафонды, я говорил о том, что надо делать больше мест, больше слотов, больше призов, чтобы это было интересно, то тогда я не имел в виду, что на начало танкафонда надо скидывать весь мусор, который только есть, да. Идея была в том, чтобы изначально мы получали уже хорошие призы, а дальше, условно, после тех самых заветных 20-ти миллионов, начинались бы призы по типу одного ультраконтейнера, двух ультраконтейнеров, 15-ти там обычных, 10-ти обычных, там одного недельного, трехнедельных. То есть вот такие бы призы бы у нас были, да, то есть за каждый дополнительный бы уровень игроки бы получали бы еще бы какую-то вкусную плюшку себе на аккаунт, да. Ну там условно там был бы так же само бы на 40 миллионах там скинконт, на 50-м, на 50-м уровне был бы скинконт, окей, ничего страшного в этом бы не было, да. То есть захотели набрать какую-то космическую цифру, получите еще и скинконтейнер. Но, но, тогда и на начальных уровнях должны быть хорошие призы. А когда у нас делается 50 уровней, да, и я видел такие комментарии по типу, что Да это ты, Ванька, сам, сука, виноват, ты же сам базарил, когда было 20 уровней, что, мол, надо больше уровней, больше призов. Но, я тогда говорил о том, что надо за повышенный уровень просто давать какие-то дополнительные награды, да. То есть условно этот блочок 20 наград, он должен быть компактным и интересным. А уже дальше, да, уже дальше, после 20 лямов, если бы после этих 20 лямов я бы видел, например, даже эти монокраски, да, даже эти монокраски, если бы я видел. Я бы все равно сказал, что это хороший, качественный танкофон. Если бы на первых 20 уровнях, например, да, мы бы увидели бы, окей, вот эти первые два, окей, да. То есть ядерка, слот, дальше у нас было бы, например, 15 обычных контейнеров, дальше у нас было бы 3 ультра, ой, 3 недельных конта, потом было бы 5 ультра, дальше у нас сразу же бы шел бы скин, опять были бы контейнеры, опять недельные, опять ультра. Дальше у нас бы шел бы еще один сразу скин, потом были бы, например, опять контейнеры, потом был бы опять скин, потом опять контейнер, контейнер устройства, контейнер устройства, да. Потом был бы, например, скин-код. Посчитаем теперь, сколько было бы тогда у нас уровней. Раз-два, это был бы третий слот, четвертый слот, пятый слот, скин-контейнер гаусса был бы шестой слот, седьмой слот, 15 контов, восьмой слот, 3 недельных контейнера, девятый слот, 5 ультра-контейнеров, десятый слот, скин GT на фреза, одиннадцатый слот был бы 15 обычных контов, двенадцатый слот, 3 недельных конта, тринадцатый слот, или четырнадцатый, тринадцатый вроде как слот, ультра-контейнер, пятерочка, четырнадцатый слот, скин на хантер GT, пятнадцатый, 15 контейнеров, шестнадцатый, магнум, пульсар, семнадцатый, 3 недельных конта, восемнадцатый, гаусс, пульсар, девятнадцатый, ультра-конты, девятнадцатый, или двадцатый, шафт-пульсар, двадцать первый, условно, ну, двадцатый, да, грубо говоря, двадцатый был бы скин-конт. Вот если бы я видел такую линейку в начале, то это был бы супер бомбический танкофонд. А уже после 20 уровней шли бы мусорные одиныядерки, шли бы краски подряд, да, там, то есть какие-то, да. То есть вот эти все краски хоть бы в ряд пошли бы, там, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, да, то есть это были бы как дополнительные уровни танкофонда. Да, да, которых могло бы в теории не быть, да, то есть у нас есть 20 вкусных уровней начальных, из которых строился бы танкофон. А дальше бы начинались бы просто дополнительные слоты. И там условно вот в конце 40-го бы уровня были бы вот такие вот призы, там, кинг-конт, канты вкусные, да, дополнительные большие ядерки и дополнительное большое количество контейнеров. И это было бы реально очень и очень интересно. А так по итогу, по итогу мы видим начальные пустые слоты. Понятное дело, никто не будет заинтересован в этом танкофонде. Именно поэтому уже на начальном уровне танкофонд получается провальным. Просто провальным. Просто с точки зрения правильного распорядка призов. Именно об этом на притяжении уже нескольких, может быть, трех последних танкофондов я говорил. И когда в комментариях я вижу коммент о том, что, мол, я сам виноват в том, что у нас есть 50 уровней в танкофонде, я не говорил, что должно быть 50 уровней, и из них, условно, в начале должно быть 15 мусорных уровней. Я об этом не говорил. Я говорил о дополнительных призах, когда мы имеем вкусную линейку плюс дополнительные призы. И тогда бы этот танкофонд так же само летел бы в небеса и набирал бы огромные миллионы. И в нем был бы смысл. Ну а так, мы лицезреем 6 миллионов. 6 миллионов спустя 4 дня. 6 миллионов. И на сегодняшний уже момент времени, на 90% я уверен, что этот танкофонд наберет максимум 25 ленов. То есть ровно свою половину. Грустно. Очень грустно. Максимально грустно, что по итогу мы не лутаем крутые награды, а получаем какие-то монокраски. Вот это очень грустно. И в целом, я могу понять политику всех игроков, которые изначально просто не берут этот танкофонд. Потому что для чего им брать его? Ну для чего? Какой смысл? Получить моно-желтый, моно-красный и 15 обычных контейнеров? По такой логике, они заходят в танки, заходят в челлендж и смотрят. Ага, 700 кристаллов. Ой, 700 танкоинов. И я могу получить в сумме тут 70 обычных контейнеров. Дофига кристаллов. И еще там условно 15 ультра. Да? А в этом же самом танкофонде, за такое количество танкоинов, я могу получить 15 обычных контейнеров. Вот и все. И игроки делают свой выбор. Делают выбор. Они не смотрят на то, что там дальше есть какие-то призы. Они по факту смотрят на то, что уже есть. Кто-то, может быть, продолжает ждать и надеется на чудо. Но чаще всего такие чудо не происходят. Они просто не происходят. Потому что для того, чтобы собирать фонд, надо самому покупать спецухи. А кто-то просто сидит и смотрит. Да? А если бы каждый игрок не сидел и не смотрел, а покупал бы по одной спецухе, то даже с таким неправильным поставленным танкофондом, да, с точки зрения логики и правильного баланса, мы бы могли бы, может быть, даже и полностью его пройти. Может быть, даже полностью. Ну, точно могли бы там дойти условно до 40 миллионов. Потому что танкоинов у игроков на аккаунтах точно хватает, чтобы эту 40-ку пробить. Но просто неправильная расстановка призов кому-то не дает возможности рискнуть, не дает гарантий. И они просто сидят и даже до самого конца просто-напросто не купят этот танкофонд. Хотя могли бы получить вкусные, ценные награды с него. Пишите вы свои мысли, что вы думаете о правильной постановке призов, о том, куда приведет этот танкофонд, купили ли вы его или нет. Ну и пишите все свои мысли. Прям максимально подробно. Что думаете? С чем согласны? Согласны ли вообще с моей точкой зрения? Не согласны с моей точкой зрения? Будет очень интересно почитать, потому что, как я понял, тема танкофонда на сегодняшний момент времени в нашем танковом сообществе это та тема, которую хочется обсуждать, хочется высказывать и, возможно, даже как-то помогать разработчикам найти ту самую золотую середину. По сути, я, наверное, даже в этом видосе всю золотую середину рассказал, да? Как бы строился бы танкофонд, чтобы его купил каждый игрок. И с этого и заработали разработчики, и заработали игроки. Поэтому пишите все свои мысли. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Поддержите видос лайком. У меня, друзья, на этом все. Будем следить за всем этим делом. Ну и я буду следить за тем, как развиваются у нас события вокруг этого видеоматериала в комментариях. Всем удачи и всем пока.